Что изменится в законах о недвижимости в 2023 году? Собственников и покупателей недвижимости в 2023 году ждет множество изменений. Рассказываю, что нового ждать в этой сфере в наступившем году. Здравствуйте, вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Переходим к теме. Итак, материнский капитал увеличат. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала увеличат на уровень фактической инфляции – 12,4%. Так, сумма на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, составит 589 тысяч рублей. На второго ребенка, если маткапитал на первого ребенка не назначился – 779 тысяч рублей. В 2022 году маткапитал составлял от 524 тысяч рублей до 693 тысяч соответственно. Не будут повышаться тарифы за ЖКХ. В декабре в России уже повысили тарифы за жилищные и коммунальные услуги раньше срока. А индексация планировалась с 1 июля 2023 года. В следующие полтора года повышения тарифов не будет. Рост цен на ЖКХ заморожен на весь 2023 год. Новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Взносов на капремонт заморозка цен не касается, поскольку они не входят в перечень коммунальных услуг. Россиянам пересчитают плату за вывоз мусора, если они не проживали в квартире. Жители России смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, если они временно не живут в своей квартире и не пользуются услугой более пяти календарных дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года. Возможность сделать перерасчет станет доступна тем гражданам, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или коммунировку. Перерасчет будет доступен не только жителям домов, где тарифы рассчитываются исходя из количества прописанных людей, но и тех, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Появится новый вид выписки из ЕГРН. С 1 января 2023 года в ней будет содержаться информация об обременениях и ограничениях, установленных на всю недвижимость собственника. Сейчас узнать об ограничениях и обременениях можно только на один объект недвижимости. До этого можно было узнать об ограничениях и обременениях только на один объект недвижимости. Кроме этого, вступает в силу закон, согласно которому граждане будут оплачивать получение сведений из ЕГРН в МФЦ одним платежным документом, а не двумя квитанциями, как было в 2022 году. Это сделает процедуру получения выписок еще удобнее и быстрее. Дорогие подписчики, прошу поддержите лайком. Вам это ничего не стоит, а продвижение канала помогает. Буду благодарен. Идем дальше. Застройщики и покупатели квартир будут решать споры о недочетах в досудебном порядке. До 31 июня 2023 года также продолжит действовать с особый порядок передачи готовых квартир в новостройках. Речь идет об обязательном досудебном решении споров о недочетах. Раньше дольщик мог не подписывать акт приема передачи, если выявил любые недостатки. Теперь он обязан подписать акт приема передачи квартиры, если в ней нет существенных нарушений, препятствующих нормальной эксплуатации. Все остальные недостатки необходимо указывать в передаточном акте, а застройщик должен устранить их безвозмездно за 60 календарных дней. Если он не выполнит свои обязательства, граждане вправе обратиться в суд. Компенсации дольщикам будут оформлять в ускоренном формате. Участники долевого строительства, купившие квартиру в проблемных домах, смогут подавать заявление на выплату возмещения через госуслуги. Такая возможность появится у дольщик в середине 2023 года. Сейчас заявления на возмещение подаются через специальную форму на сайте Фонда развития территории, а также через Почту России. В правительстве ожидают, что это позволит ускорить оформление выплат тем, кто не получил свои квартиры из-за застройщиков банкротов. Центробанк ведет меры против ипотеки с экстремально низкими ставками. Это касается льготной ипотеки от застройщика со ставками вплоть до 0,01%. Как пояснили в ЦБ, ипотека субсидия застройщиков по низким ставкам несет риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы. Например, экстремально низкие ставки достигаются за счет завышения цен на квартиры до 20-30%. В планах регулятора ввести для банков повышение надбавки на ипотеку по около нулевым ставкам или применить ограничения на выдаче. Вступит в силу изменения в закон о капремонте. С 1 марта 2023 года начнет действовать закон, согласно которому работы по капитальному ремонту многоквартирного дома не будут оплачены региональным оператором до тех пор, пока акт приемки работы не подпишут представители органа местного самоуправления или люди, уполномоченные действовать от имени собственника в помещении дома. Сейчас акт достаточно согласовать. Кроме этого, с марта 2023 года перечень работы и услуг, которые относятся к капитальному ремонту и оплачиваются за счет взносов, каждый регион будет вопределять самостоятельно, но с учетом общего федерального перечня, предусмотренного статьей 166 ЖК. Также для компенсации расходов на капремонт запрещается требовать от жителей правоподтверждающие документы. Решение должно приниматься на основе информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия. Будет первый перерасчет платы за общедомовые нужды по новой формуле. В первом квартале 2023 года управляющие компании сделают перерасчет оплаты за общедомовые нужды за 2022 год. При этом впервые расчет будет ввестись по новым формулам. С 2022 года расчет платы за общедомовые нужды будет выполняться по показаниям общедомовых приборов учета. Если в многоквартирном доме есть общедомовой счетчик, и по состоянию на конец 2022 года его показания превысит норматив, то владельцам жилых помещений доначислят эту разницу. Управляющие компании освободят от плановых проверок. Правительство России продлило мораторий на проверки организаций в 2023 году, если им не присвоена категория высокого риска нарушений. Поэтому в следующем году управляющая компания будет освобождена от плановых проверок со стороны органов лицензионного контроля и жилищного надзора. Однако внеплавные проверки по жалобам жителей будут проводиться. Налоговая база по земельному налогу будет определяться по-новому. В 2023 году налоговая база по земельному налогу будет определяться по-новым правилам. Как пояснил глава управления налогообложения имущества, согласно статье 391 налогового кодекса, база по земельному налогу в отношении каждого участника определяется как его кадастровая стоимость, указанная в ЕГРН, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. В 2022 году для роста кадастровой стоимости было установлено новое правило. Если с 1 января 2023 года кадастровая стоимость участка больше, чем на 1 января 2022 года, то налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, применяемая на 1 января 2022 года. Исключением является увеличение кадастровой стоимости из-за изменений характеристик земельного участка. Новый порядок не потребует никаких действий от граждан. Изменения реализуются налоговыми органами автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Если видео было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, поделитесь своим мнением в комментариях, пересылайте видео знакомым. Я с вами прощаюсь, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!